Время новостей на телеканале Губерния 33. Итоговый выпуск в студии Борис Пучков. Здравствуйте! О главных событиях среды 3 июня расскажут мои коллеги. Подробности далее в программе. Проверку складов, где хранились медицинские отходы, закончила прокуратура и выявила нарушение санитарно-эпидемиологического, земельного и противопожарного законодательства. Огромные ангары, доверху забитые опасными больничным мусором 16 мая в промзоне Владимира, случайно обнаружили сотрудники МЧС во время тушения пожара. В областной прокуратуре установили, что индивидуальный предприниматель незаконно хранил опасный медицинский мусор в арендуемом ангаре на Большой Нижегородской. Здесь он складировал отходы из нескольких городских больниц и поликлиник. В медицинских учреждениях мусор проходил обеззараживание, но в ангаре хранился с нарушениями. Не проводилась санитарная обработка, на участке отсутствует канализация, водопровод и автономная вентиляция. Предприниматель нарушил и требования пожарной безопасности. В отношении бизнесмена вынесено постановление о возбуждении дела об административных правонарушениях. Предпринимателю прокуратуры города Владимира было внесено представление с требованием о незамедлительной утилизации отходов из помещения склада. В настоящее время по результатам рассмотрения представления большая часть отходов из склада утилизирована в установленном законном порядке. За минувшие сутки во Владимирской области выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона 2853 пациента с диагнозом COVID-19. Лидирует по суточной прибавке заболевших закрытый на карантин Петушинский район. Там 14 пациентов с коронавирусом. 9 новых случаев в Муроме, 8 во Владимире, по 7 в Гусь-Хрустальном и Вязниках. 6 в Судогде и 3 в Юрьевпольском и 2 в Суздале. За последние сутки в регионе еще 3 летальных случая. Всего в области 27 человек с диагнозом COVID-19 умерли. За все время выздоровели 927 пациентов. Столичные эксперты, которые прибыли в регион для помощи владимирским коллегам по поручению президента, продолжают оказывать нашим специалистам помощь. Бригада московских медиков уже побывала в инфекционных госпиталях Владимира и Мурома. Сегодня врачи прибыли в Ковров. Татьяна Гордеева расскажет подробнее. Моя бригада полностью готова для проведения обхода в реанимационном отделении. Прежде чем войти в отделение для больных COVID-19, московские медики надевают защитные костюмы, респираторы и перчатки. Ковровские коллеги уже приготовили для них вопросы по лечению сложных пациентов. Здесь пациенты средней степени тяжести, но диагностические, которые требуют. Не, 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 оно не пойдет. Порядка пяти человек сейчас. В составе бригада московских врачей – реаниматолог, инфекционист, хирург, рентгенолог и пульмонолог. Главная задача специалистов – помочь в лечении пациентов с коронавирусом, которые имеют сопутствующие заболевания. В планах осмотр инфекционного отделения, реанимации и консультирование по компьютерной томографии больных. Сейчас в Ковровской больнице 54 пациента с COVID-19. Всего с середины апреля в Ковровскую ЦРБ было госпитализировано 186 таких пациентов. 130 уже выздоровели. Сейчас явного увеличения нет. То есть идет стабильная плата, но пациентов меньше не становится. Оно в среднем остается в районе 60 человек. То есть меньше – нет. Столичные медики приехали во Владимирскую область 30 мая. Кроме Ковровской больницы они посетили лечебное учреждение Владимира и Мурома. В планах поездка в Гусь-Хрустальный. Специалисты провели консилиумы по тяжелым пациентам и мастер-классы для врачей-реаниматологов. Медики из Москвы дали высокую оценку работе своих коллег. Это самотверженные люди, которые не перестают бороться с проблемой. Готовы идти на контакт, готовы к диалогу. И то, что развернуто на данный момент, это уже хороший, скажем так, результат. Мы, конечно, внесем свои коррективы, но в целом все молодцы. По мнению московских врачей, главная проблема Владимирской медицины – нехватка кадров. Есть сложности с адаптацией зданий больниц под инфекционное отделение. Вот этот, например, Ковровская больница, она была раньше педиатрическим корпусом, а не инфекционной больницей. Там, где у нас инфекционные больницы, там немножко попроще. Они уже были приспособлены к лечению. Вот, какие-то рекомендации они в этом отношении дают, чтобы именно приспособленные помещения отвечали еще более высоким требованиям безопасности, прежде всего для персонала. Московские врачи продолжат свою работу в регионе и на следующей неделе. Они будут общаться с коллегами из инфекционных отделений, в том числе по видеосвязи, а также проведут семинар для врачей-реаниматологов. Татьяна Гордева, Олег Маньков, Губерния, 33. Трехмесячный ребенок умер от истощения. Мальчик поступил в детскую областную клиническую больницу из Александрова 7 мая. Врачи боролись за его жизнь, но спустя неделю ребенок умер. Медики констатировали признаки тяжелого истощения и кишечной инфекции. Проверку по данному факту провели сотрудники Александровской городской прокуратуры. В доведении ребенка до тяжелого состояния подозревает 33-летнюю мать. Жительница Александрова ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности. Она кормила новорожденного питанием, не адаптированным к его возрасту. За последние полтора месяца женщина ни разу не посещала педиатра детской поликлиники и не обращалась за медицинской помощью при ухудшении состояния здоровья ребенка. Все это привело к тяжелым последствиям для здоровья новорожденного и смерти малыша. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Авария в центре Владимира. Сегодня утром водитель Киоспектра не справился с управлением и врезался в декоративные столбики на Соборной площади. Удар был такой силы, что несколько бетонных ограничителей разлетелись в стороны. Водитель автомобиля и пешеходы при этом не пострадали, да и сама машина отделалась несколькими вмятинами. Свидетели ДТП в социальных сетях пишут, что водитель Киоспектра пытался уйти от столкновения с попутной машиной, которая остановилась на красный сигнал светофора. В итоге Киос снесла три бетонные конструкции с цепями. Как пояснили нам, в пресс-службе Владимирской мэрии ущерб ограничительным столбам нанесен незначительный. Но решение о возмещении вреда будет приниматься только после того, как в управление ЖКХ поступят документы из ГИБДД. Стоимость двух столбиков составляет порядка 8,5 тысяч рублей. Владимирские общественники требуют сделать безопасным для автомобилистов и пешеходов пересечение улиц Диктора Левитана и Разина. Помимо большого потока транспорта, там расположено три нерегулируемых пешеходных перехода. Во время пробок люди вынуждены лавировать между машинами. Для решения этого вопроса активисты обратились во Владимирскую мэрию. Константин Миронов расскажет подробнее. В начале и конце рабочего дня на этом перекрестке всегда большое количество автомобилей. Пешеходы вынуждены лавировать между ними. Автомобили не всегда пропускают пешеходов, стремясь как можно быстрее проехать перекресток. Здесь нередки аварии и наезды на людей. Ситуацию, по мнению жителей города, исправило бы наличие светофора или регулировщика. Опасно ли здесь ходить? Ну, я думаю, да. Здесь же и музыкальная школа детская. Я думаю, что да. Сколько раз на пятки наезжали. Ну, хотя бы, может быть, регулировщика ставить. Заезд к областному дворцу культуру, колледжу и музыкальной школе здесь только один. Им пользуются большие туристические автобусы, которые перекрывают все движение на перекрестке. Если отсюда ездить, то неудобно там заезжать. А здесь потому, что разворот большой надо делать. Вот на большом автобусе, когда мы здесь на автобус приезжаем, то можно не заехать. Ну, больше много разворотов нужно. Обезопасить перекресток просит организация народной контроли. Общественники считают, что здесь полностью нарушены ГОСТы. По их мнению, заезд необходимо перенести на другую сторону здания, ведь по пешеходному переходу ходят дети. Также перекресток вблизи образовательного учреждения не оборудован лежачими полицейскими, дублирующими знаками и ограждениями. По словам общественников, данный пешеходный переход уже не раз был обозначен как потенциально опасный. Мы по всем своим рейдам информировали главу города Андрея Станиславовича Шохина о всех недостатках, которые были вскрыты. По нашим рейдам, проверкам, мы информацию такую подавали и в ГИБДД, как областное, городское ГИБДД. В городской администрации пояснили, что на данный момент ведется проектировка дороги, которая соединит улицу Нижняя Дуброва и диктор Левитана. В этот проект включен и проблемный перекресток. И вот сейчас как раз перед проектировщиками стоит задача дать четкий ответ на вопрос, необходим ли там светофорный объект. Учитывая, что рядом еще один светофор на проспекте Ленина, когда получим проект, мы получим ответы на этот вопрос. Проект будет доделан в конце июня, отправлено утверждение. Новая дорожная артерия будет увеличена с двух полос до четырех и будет включать новые заезды к областному дворцу культуры. Константин Миронов, Дмитрий Шаталов и Егор Герасимов. Губерния, 33. Вложили деньги в строительство жилья, но в новые квартиры вселиться не могут. Второй год дольщики дома номер 19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар могут гулять лишь во дворе своей новостройки. Застройщик построил дом с нарушениями, возведя два лишних этажа. Подробнее расскажет Иван Стариков. Молодые семьи из микрорайона Коммунар вложились в ипотеку и потратили материнский капитал, но вместо жилья в новостройке получили лишь долги. Они купили квартиры еще в строящемся доме. О том, что он возводится с нарушениями, дольщики узнали в последний момент. Компания «Система» построила дом с двумя лишними этажами. Метраж превысил допустимую высоту. К тому же здание находится в зоне охраны объектов культурного наследия. Из-за этого ключи от квартиры жильцы так и не получили. Мы, конечно, подали в суд на застройщика. Суд мы выиграли, но даже эти деньги мы получить не можем, потому что на счетах денег нет и вряд ли появятся. Потому что новые дома возводятся уже другим юридическим лицом. О своей проблеме дольщики сообщили во все возможные инстанции. Даже создали интернет-петицию в адрес Министерства строительства. Жильцы уже выиграли суд у застройщика. Теперь им положена неустойка за год простаивания квартир. Но своих денег они до сих пор не увидели. По их словам, на счетах компании «Система» средств на выплату неустойки нет. А значит, и этажи никто сносить не будет. На это требуется как минимум 50 миллионов рублей. 9 июля в арбитражном суде Владимирской области начнется предварительное судебное заседание по поводу лишних этажей. Иск инициирован областной госинспекцией по охране объектов культурного наследия. Но мы все прекрасно понимаем, и из разговоров с департаментами городскими, из разговоров с юристами, с собственником, ну и сами адекватно представлять ситуацию, что путь с осносом этажей через суд ведет никуда. Жильцы видят один вариант разрешения проблемы – перенос охраны зоны и объектов культурного наследия. Тогда дом выйдет за ее границей и лишние этажи сносить не придется. Но изменение закона, который нарушил застройщик, займет очень длительное время, уверены в администрации области. В региональном департаменте строительства мэрии предложили помочь дольщикам, подать в суд на застройщика, который нарушил закон. Но в своем официальном ответе городская администрация написала, что этого делать не будет. На что нам город ответил, что, уважаемые администрации области, мы в стороне постоим, у вас достаточно своих функций, а мы посмотрим, как вы там будете сами с этим вопросом разбираться. Хотя, в общем-то, в первую очередь это их прерогатива, потому что разрешение выдавали они. Мы попытались дозвониться до генерального директора компании застройщика Сергея Русакова и узнать, что будет с верхними этажами и почему дольщики до сих пор не получили выплаты по неустойке. Связаться с ним не удалось, и мы отправились в офис компании. Но и здесь никого не оказалось. Здесь точно новая система? Я арендатор, я не знаю. Здесь сейчас никого нет. Пока идет подготовка к суду, более ста семей остаются без жилья. Дольщики надеются, что им помогут, и они, наконец-то, получат ключи от своих квартир. Иван Стариков, Егор Герасимов, Губерния, 33. На особом контроле эту непростую тему держат и в областной госинспекции по охране культурного наследия. Ее начальник Михаил Иванов назвал случай «вопиющим» и отметил, что от Белого дома в суд также направлено исковое требование о необходимости приведения здания в норму в соответствии с требованиями закона. Ближайшее заседание назначено на начало июля этого года. Это, естественно, ситуация, которая затрагивает интересы всех, как жителей Владимира и Владимирской области, так и всех гостей, которые приезжают сюда, для того, чтобы любоваться памятниками истории культуры, для того, чтобы смотреть на наследие. В данном случае такое нарушение, естественно, оно идет в разрез с, собственно говоря, идеей сохранения объектов культурного наследия. Для нас ситуация очень критичная. Для нас ситуация, она как раз из ряда вон выходящая, и поэтому и нами было принято решение администрации обратиться в суд именно о необходимости понуждения приведения в соответствие этого здания. Владимирская область постепенно подходит ко второму этапу снятия ограничений. Он включает в себя значительные послабления в сфере торговли. Но, чтобы к ним перейти, нужно достигнуть определенных показателей. Условия перехода к новому этапу устанавливаются главным санитарным врачом Владимирской области. Среди них показатель распространения инфекции, наличие свободных коечных мест для заболевших и показатель тестирования на COVID-19. На данный момент для перехода ко второму этапу регионам не хватает совсем немного. Показатель распространения вируса должен упасть на 0,1%. На втором этапе откроются торговые центры до 800 квадратных метров, а также будет разрешена уличная торговля. Откроются и некоторые образовательные учреждения. Должно пройти около недели, чтобы специалисты зафиксировали стабильность в распространении вируса. Мы в данный момент находимся на первом этапе. И на данный момент медики определяют, насколько стабильно у нас идет распространение инфекции. Если у нас не будет дальнейших вспышек и кривая не поползет, так сказать, вверх, и мы можем прогнозировать о том, что мы предложим губернатору Владимирской области перейти ко второму этапу. Рестораны, кафе и бары будут открываться в последнюю очередь с третьим этапом послаблений. Сейчас их работа в регионе запрещена. Но, несмотря на это, во Владимире работают ночные алкомаркеты. Не соблюдая даже запретов на продажу алкоголя в определенное время и работая под видом ночных баров. Что грозит предпринимателям за нелегальную торговлю, выяснял Григорий Кошкин. Время – 9 утра. В магазине на остановке в загородном парке продают алкоголь. Мало того, три дня назад здесь открылся ночной алкомаркет, рассказывает продавец магазина по соседству. Но вчера вот мужчина какой-то вот хвалился, что, не знаю, вечером хвалился, что он купил. Нет, что он купил. Как они себя здесь ведут? Ну, хулиганят. Сожгли. А, уже убрали. Сожгли. Там домик у нас стоял. Сожгли домик. Местные жители утверждают, алкоголь продают в запрещенные для продажи спиртного часы. Часто вокруг магазина собираются любители горячительных напитков. Обычно у магазина собирается сборище непонятных людей. Людям страшно. Раньше даже было доходить домой, насколько я знаю. То есть у нас встречали родителей. То есть маму, папу провожал с остановки до дома, потому что было страшно. В магазине покупатели алкогольной продукции не задерживаются. Напитки им продают в открытой таре и в пакете. Продавец алкомаркета подтвердила, что спиртное здесь продают и после 7 вечера. У нас ночной бар. То есть мы в 7 часов заканчиваем день работать. То есть обычный магазин. Мы всем приезжаем вечером сюда как бар. Открываемся, работаем до 10 утра. Здесь мы закрываем уже все. Сотрудники магазинов на остановке Загородный парк недовольны таким соседством. От клиентов алкомаркета много шума. Директор одной из торговых точек рассказал, что в подвальчик заходят пациенты из областной больницы. Там он пришел по камене и ушел обратно в палату. Понимаете, вот тоже кафе-то много бывает в среднем с данным контингентом. Понимаете. По указу губернатора алкоголь в регионе запрещено продавать с 7 вечера и до 10 утра. А работа кафе, ресторанов и баров вообще запрещена. Продавать можно только еду на вынос. За нарушение закона предпринимателям грозят солидные штрафы. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях продажи алкогольной продукции в указанный период времени в речет административной ответственности предусмотрен административный штраф на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. За соблюдением закона следят в правоохранительных органах. Проверки по незаконной торговле сотрудники полиции проводят регулярно. Григорий Кошкин и Дмитрий Шаталов. Губерния, 33. Природоохранная прокуратура проверила жалобы жителей деревни Грибова на предпринимателя, который, по их словам, захватил природное озеро и не разрешает им рыбачить. Об этом мы уже рассказывали в нашем эфире. После материала делом заинтересовались правоохранительные органы. Результаты проверки расскажем далее. Нельзя гулять, купаться и рыбачить. Жители деревни Грибова говорят, что целый список запретов им выдвинул индивидуальный предприниматель Владимир Зуев. Два года назад он заключил договор пользования рыбоводным участком. В него входит всю Грибовское озеро. По ночам ходят неизвестные люди и лиц, жители деревни, близлежащих населенных пунктов, коттеджных поселков, занимающихся любительским рыболовством, использующим акваторию озера, катающимся на лодке. Люди занимаются своей обычной деятельностью. Это природное озеро. Эти люди пытаются сообщить о том, что озеро находится в частных руках. А рыба является частной собственностью ИП Зуев. Пугают этих людей. Жители деревни составили обращение в Росрыболовство, Роспотребнадзор и правоохранительные органы. В результате в Грибово с проверкой побывали представители природоохранной прокуратуры. Фактов, подтверждающих, что местным жителям ограничили доступ к озеру, они не выявили. На момент выявленных мероприятий никаких фактов, подтверждающих, что предприниматель на самом деле ограничивает доступ, мы не зафиксировали. То есть не было никаких заборов по периметру этого озера, никаких других вещей, которые могли бы препятствовать доступу граждан к водному объекту. Значит, опять же хочу обратить внимание, что действительно у нас водный объект, даже если предприниматель там занимается рыбоводством, да, это все равно водный объект общего пользования, да, это федеральная собственность. Поэтому граждане имеют полное право этим водным объектом для своих личных нужд пользоваться. Жители деревни в своих обращениях писали, что неоднократно видели на озере мертвых карасей толстолобиков. Но на момент проведения проверки информация о массовой гибели рыбы не подтвердилась. Нам продолжает поступать обращение граждан о том, что он пытается применить силу и выгнать с водоема и так далее. На момент проверки это все было не зафиксировано. Опять же, если он пытается применить силу, рекомендовано было гражданам вызывать просто органы полиции, обращаться в органы полиции. Таким образом, формально претензий к деятельности предпринимателя у природоохранной прокуратуры нет. Более подробную проверку по факту обращения жителей деревни Гривова сейчас проводит Департамент природопользования и Рыбнадзор. Ирина Начарова, Евгений Волкова, Егор Герасимов. Губерния, 33. Запись в первый класс только через интернет. Оставить заявление можно на специальном портале услуг образование33.рф. Подать документы могут родители или законные представители. При этом ребенок должен иметь постоянную или временную регистрацию на территории города. Ну опять же, уточнюсь, что сейчас ситуация немножко осложнена, поэтому приходить в школу, конечно же, сейчас пока не надо. Заявление можно подавать на портале образование33 или через госуслуги. А также можно, в принципе, сканировать, делать сканы своих заявлений, отправлять и необходимых документов отправлять на электронные почты школ. Тоже там сотрудники работают и все это рассматривается. Сейчас онлайн-запись в школы ведется исключительно по территориальному признаку. Дистанционно документы можно подать лишь в то учебное заведение, к которому прикреплен ваш дом. Родителям будущих первоклассников нужно сделать это до 30 июня. Из необходимых документов свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей. И лишь с 1 июля, если в школах останутся свободные места, могут открыть прием заявлений от жителей любых районов города Владимира. Конечно, определенное напряжение есть, изменения есть, но стараемся мы максимально все-таки своевременно организоваться. Это позволяет своевременной организации с нас снять напряжение, не возникает цветнотов. И надеемся, успеваем мы предотвратить какой-то повышенный стресс у родителей. Они тоже как бы понимают ситуацию. Но звонки есть, в комиссию звонки поступают, и сотрудники работают на местах, они разъясняют. На Владимирскую область надвигается гроза. Региональное управление МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Сильный дождь ожидается сегодня с 9 часов вечера. В отдельных районах области может пройти гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду. Такие погодные условия повышают риски возникновения происшествий. В МЧС подчеркивают, что возможно отключение электроэнергии, обрушение рекламных счетов и падение деревьев. Рекомендуем населению области лишний раз не погибать жилые дома, автомобилистам не парковать автомобили вблизи широкоформатных конструкций и деревьев большими. Соответственно, населению также при следовании по улице обращайте внимание на то, что данные объекты несут повышенную угрозу при порывах ветра. На Соловьином пруду во Владимире спустили на воду домик для уток. Эту церемонию уже 5 лет ежегодно в начале лета проводят члены комитета по сохранению пруда. Домик для уток 5 лет назад сделал учитель труда одной из владимирских школ. С тех пор он украшает Соловьиный пруд. В нем водоплавающие птицы могут укрыться от непогоды. Семейство уток давно уже чувствует себя здесь как дома. Каждый год владимирцы любуются взрослыми птицами и маленькими утятами. И это все новости на сегодня. Если хотите быть в курсе событий, которые происходят во Владимирской области, заходите на сайт trc33.ru. Вечерний эфир телеканала «Губерния-33» буквально через пару минут продолжит программа здесь и сейчас ее ведущий. Илья Архивов уже в студии. Илья, добрый вечер. Борис, добрый вечер. О чем сегодня будет идти речь в твоей программе? О многом, о многом на самом деле. Поправки в Конституцию уже работают. Вот кричат заголовки последних дней, а как выясняется, далеко не все поправки. И вообще, за что будем голосовать в июле? Расскажем через две минуты.